К нам присоединяется Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер вожженных сил Украины. Владислав, рады приветствовать вас в эфире. Здравствуйте. Коллеги, добрый вечер и слава Украине. Героям слава. Итак, Курская область, это не официальная информация, мы верим только информации Генштаба, но вот с утра Z-блогеры как раз сообщили, что в Суни что жили третий и последний, мост через реку 7 в Глушковском районе. И вот как пишут обозреватели, если этот маневр станет успешным для наших сил обороны, то зона боевых действий в Курской области расширится в полтора раза. И Украина сможет взять под контроль еще до 700 квадратных километров территории. Как раз вот посмотрел на карту, это как раз приграничная с Украиной территория, это Глушковский район. Можем ли мы говорить о создании той самой буферной зоны на территории России, о чем заявлял президент Зеленский? Именно, и президент об этом абсолютно четко заявил. Украинские силы обороны зашли на территорию Курской области, чтобы создать так называемую санитарную зону. Ведь чем в настоящее время сталкиваются жители приграничья? И не только с Мусской, но и Черниговской, и Харьковской областей. В связи с тем, что противник активно задействует свои диверсионно-разведывательные группы, а также наносит удары с помощью минометов и артиллерийских систем по нашему приграничью, встал серьезный вопрос о необходимости создания той самой санитарной зоны, чтобы создать периметр безопасности для жителей нашего пограничья. В настоящее время эта операция успешно продвигается на территорию Курской области. Вы абсолютно чутко подметили. После того, как были уничтожены три основных моста через Сейм, у россиян возникает серьезная проблема. Каким образом обеспечить группировки войск, действующие на территории одного из районов Курской области? Да, безусловно, они могут навести понтоном мостовые переправы, обеспечить иные варианты доставки грузов военным назначением для своей группировки войск. Но темпы и объемы поставки таких элементов все-таки значительно меньше по объему, нежели если бы мосты уцелели. Но очевидно, что украинская армия не только уничтожает стационарные объекты, через Сейм точно так же украинские летчики будут работать по понтонно-мостовым переправам с целью их ликвидации. Ведь совершенно логично, нынешняя война это война ресурсов. И чем меньшими ресурсами будет располагать противник в местах ведения боевых действий на украинском плацдарме в Курской области, тем, соответственно, более успешным будет расширение и фиксация в определенных границах украинского плацдарма на этих территориях. Еще об одной из целей этой операции. Вот, как говорят в сообщениях, в телеграм-каналах командиры украинских подразделений, обменный фонд пополнили. Да, вот такие фразы проскакивают. Как вы оцениваете общую численность российских военнопленных, их состав? Это срочники, контрактники и роль во всей этой истории тех самых кадыровцев, этого подразделения Ахмат, которое, по идее, должно было защищать эту границу. И вот они базировались там. И состав военнопленных, в частности, присутствие там кадыровца, как раз об этом и говорит. Коллеги, о общем количестве взятых в плен на территорию Курской области российских военнослужащих в открытых источниках информации очень много разноречивой информации, поэтому я удержусь от озвучивания цифр, потому что их на самом деле много. От тысячи до двух тысяч, даже более. Я все-таки подожду официальный отчет от украинской разведки по этому вопросу. А вот что важно на самом деле, есть две весьма чувствительные для российского люда категории российских военнослужащих. Это представители чеченской национальности, и их российская сторона всегда с большой охотой и не торгуясь меняет в рамках обмена военнопленными. Ну и, соответственно, военнослужащие срочно службы Российской Федерации. Тут, кстати, нам тоже есть чем похвалиться. Обменный фонд весьма-весьма существенно пополнился. Речь идет о нескольких сотнях российских военнослужащих, срочной службы. И, соответственно, их родители сейчас уже бьются на БААТ и используют любые рычаги влияния на российскую власть с целью, чем скорейшего проведения обмена в формате, бог узнает, какой формат будет, либо всех на всех, либо по определенному количеству. Мы должны четко понимать, обменный фонд для Украины крайне важен. Ровное количество украинских военнослужащих томятся в российских застенках. Кто с 2014 года, еще с начала событий по аннексии Крыма и Севастополя, кто в более поздний период попал в российские застенки, но все они находятся вне человеческих условий, и всех необходимо из российского плена вытаскать. Поэтому наличие у нас серьезного потенциала для проведения переговорных процессов в рамках обмена военно-пленными – это серьезное подспорье. Но с учетом этих двух категорий – граждан Чеченской национальности и российских военнослужащих срочных служб, я думаю, что процесс будет идти чем скорее, и масштаб обменов может просто всех нас впечатлить. Хотя я стараюсь достаточно аккуратно эту тему обсуждать. Всегда тема, связанная с обменом военно-пленными, очень и очень чувствительна, поэтому подождем, когда ведомство генерала Буданова об этом более детально расскажет постфактум, когда наконец-то этот обмен военно-пленными произойдет. Многие наблюдатели неоднократно указывали, что в Курской области это не просто рейд, это полноценная военная операция. А что это значит? Какие виды войск задействованы? Какие виды вооружения, в том числе и западного, используют наши украинские военные? Мы, коллеги, как-то с вами в одном из эфиров вывели формулу. Не следует доверять российским топ-чиновникам, в том числе военным чиновникам, и топ-пропавландистам, потому что они врут всякий раз, лишь только открывая труд. И в принципе, в эту констатацию абсолютно четко вкладывается одно из заявлений российского руководителя генерального штаба, генерала Герасима, который во время одного из докладов заявил Путину, мол, на территории Курской области Российской Федерации находятся до тысячи украинских боевиков. Это прямая речь. Очевидно, что украинских военнослужащих, которые проводят мероприятия по расширению зоны санитарного контроля на территории Российской Федерации, значительно больше. О количестве в открытых источниках мы цифр не найдем, но то, что задействовано достаточно серьезное количество сил и средств, причем сил и средств таких, которые в состоянии даже проводить ротацию, интенсивность боевых действий подразумевает и необходимость таких мероприятий. Поэтому количество ресурсов, я думаю, немало, ну и, соответственно, по отрывочным данным мы знаем, что на поле боя действуют подразделения десанто-штурмовых войск, территориальные обороны, морские пехотинцы на отдельных участках уже отметились, авиация наша активно работает, безусловно, наши артиллеристы предпринимают немалое количество усилий для того, чтобы противник понес чем большие потери, в том числе еще на этапе выдвижения на боевые рубежи и позиции. То есть, в принципе, все составляющие украинских сил обороны задействованы. Каждый в меру своих возможностей действует, но, что очень важно отметить, действия синхронизированы, скоординированы и в рамках единого задума и плана. Это, безусловно, очень важно. Огромный объем работ был выполнен накануне проведения этой операции, но сейчас обеспечение, которое проводится, позволяет нам достаточно уверенно преодолевать все сложности и трудности в рамках реализации этой задачи. Россия, по некоторым данным, перебросила уже в Курскую область 5 тысяч военных, которые пребывали на территории Украины. А есть ли у вас информация, с каких именно направлений забрали? И как в целом вы оцениваете цифру в 20 тысяч хорошо подготовленных военнослужащих? Именно такую группировку как раз эксперты называют достаточной, чтобы эффективно противостоять наступлению ВСУ? Итак, начнем с истоков. Изначально российская группировка войск Север, которую возглавляет российский генерал Лапин, насчитывала в своих рядах 70-75 тысяч личного состава. Эти силы и средства неровным слоем были размазаны по территории трех российских областей. Соответственно, Брянская, Курская и Белгородская. Но льви на их части, более 50 тысяч, были сосредоточены на территории Белгородской области. Понятно почему. Они принимали активное участие в боевых действиях на севере Харьковской области. Путин же грезил этой историей в части создания санитарной зоны на севере Харьковской области. У россиян не вышло. У нас эта история случилась намного более эффективной. Но россияне столкнулись с тем, что сосредоточив на территории Белгородской области основную часть сил и средств, они сейчас вынуждены в пожарном порядке перемещать часть этих сил и средств, для того чтобы купировать украинский плацдарм, его расширение на территории Курской области. Насколько успешны эти действия, мы видим, несмотря на ожесточенное сопротивление российской армии, украинские силы обороны продолжают расширять тот самый плацдарм на территории Харьковской области. А на тех рубежах и позициях, на которых мы уже закрепились, начинаем создавать инженерные фортификации. То есть очевидно, что мы пришли на территорию Харьковской области не на короткое время, а в том числе и в готовности вести оборонительные бои. Что же касается иных участков фронта, откуда россияне готовы будут перебрасывать силы и средства, то тут я не тешусь себя иллюзиями. Они вряд ли отправят свои подразделения с восточного фаса Российско-Украинского фронта, ведь именно это направление является приоритетным для российской армии. Путин грезит реализацией своей политической миссии в части полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И для реализации этой задачи он готов задействовать все имеющиеся у него ресурсы. Да, некоторое количество сил и средств сейчас перемещается с юга нашей страны. Юг Запорожска, юг Херсонской областей. Эти подразделения российсками находятся на марше. Сколько времени будет происходить перед дислокацией? Немалое количество сил и средств. Ну, я думаю, что как минимум несколько дней, возможно, до нескольких недель этот процесс может занять. Что же касается цифры 20 тысяч мотивированных, подготовленных и полностью обеспеченных сил и средств российской армии, то это из серии грез. Сейчас нереально такую разношерстную кампанию привести к общему знаменателю, обеспечить охранность действий и, соответственно, координацию. Тут у генерала Лапина, как говорится, задача со звездочкой. Что же касаемо ресурсных возможностей российской армии, то они в определенной степени ограничены. И, собственно говоря, об этом ограничении говорил еще две недели назад генерал Буданов. Он тогда заявил, что российская армия ресурсов для проведения полномасштабной наступательной кампании осталась на месяц-полтора. Собственно говоря, из этих полутора месяцев две недели прошло. Месяц именно такого количества определил нашим руководителем военной разведки в части наличия ресурсов у российской армии. Ну, а дальше российская армия будет буквально вынуждена брать оперативную паузу, чтобы накапливать соответствующие силы и средства. И, несмотря на множественные заявления о российских топ-чиновниках, мол, Россия всячески отвергает любые переговорные треки с Украиной, подозревая, что и в этом случае российские топ-чиновники обманывают. Военная комендатура на территории Курской области. Создание гуманитарных коридоров в одну и другую сторону. Что можете сказать о деятельности украинских военных на контролируемых территориях Курской области? Крайне важный вопрос. Ведь очевидно, что в соответствии с международными конвенциями, в том числе и Женевскими конвенциями, сторона, которая держит под своим контролем территорию противника, берет на себя все обязательства по обеспечению жизнедеятельности этих регионов, соответственно, мирных жителей, не комбатантов, которые находятся на этих территориях. Украина действует в соответствии со своим мандатом, со своим планом. И, соответственно, создание военной комендатуры – это мера, миссия, которая предопределена положением дел. Генерал Эдуард Москалев. Мы с ним пересекались по службе и в 2014, и в 2016 годах. Сейчас он руководитель военной комендатуры на территории Суджанского района. И, в принципе, ключевая его миссия состоит в том, чтобы обеспечить безопасность для жителей Российской Федерации тех территорий, которые находятся под контролем украинской армии. Там будут организовываться и обеспечиваться гуманитарные коридоры. Там уже уж на выбор местных жителей. Будут ли они направляться в сторону Курска и Москвы, либо же они будут направляться в другом направлении. Но ключевой элемент, который подразумевает и обязывает украинскую сторону обеспечить весь перечень мероприятий, которые определяются международными конвенциями, я уверен, украинские силы обороны будут реализовывать в полном объеме. В отличие от российских оккупантов, которые абсолютно не обращают внимания на так называемые сопутствующие потери. Обратите внимание, ковровые бомбардировки, стрельба неизбирательными видами оружия. То есть, я нам абсолютно все равно, сколько мирных жителей Курской области погибнет в результате этих ковровых бомбардировок. Им важно достичь какой-то цели, а какой ценой они ее достигнут, их это совершенно не интересует. Владислав, вот давайте такие два момента, может быть, три момента обсудим. Мы уже говорили о том, что мамаши призывников срочненько бьют в набат, что, мол, из Ленинградской и Московской области отправляют пацанов, там, 20-летних, в Курскую область. Вы говорите о том, что вряд ли эта идея фикс Путина, захватить Донецкую область, сподвигнет о передислокации каких-то более-менее серьезных подразделений с Восточного фронта, но вот с Покровского направления в частности. И все-таки, вот как вот эти моменты в ближайшей перспективе, хотя бы месячной, могут сказаться на общей ситуации на фронте, в частности, на Покровском направлении? Я не являюсь, скажем так, сторонником мысли, что 20-тысячной группировки российской армии будет достаточно для того, чтобы оккупировать расширение украинского подзарма на территории Курской области. 50 тысяч, да, вполне вероятно, но это слишком неподъемная масса личного состава, которую сейчас российский генеральный штаб не способен обеспечить. Передислокация частей подразделений, в составе которых будут российские срочники, военнослужащие срочные службы, это лишь временная мера, которая полностью не решит проблему оккупирования украинского подзарма на территории Курской области. И тут в этом плане я бы хотел обратить внимание жителей Российской Федерации на следующий момент. Буквально совсем скоро начнется осенний призыв в Российской Федерации. И велика, весьма велика вероятность того, что все военнослужащие срочные службы, призванные в рамках этой кампании, будут сразу же отправлены на фронт. Ведь личный состав, так называемый, мяса на фронте российским генералам просто необходим. Тем более российские депутаты-генералы, собственно говоря, об этом прямо заявляют. Заявляют об этом и генерал Гурулев, и генерал Картополо. Сейчас об этом говорит Артур Аладдинов, один из заместителей главного замполита вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому иллюзий не следует никаких строить. Российская Федерация, Российское государство, которое просит в пекло войны все, что имеет наличие. В том числе и мальчишек срочной службы, которые с оружием в руках будут выполнять те или иные задачи. И ведь аргументация-то какая? Ну как же так? Во времена Афганской войны советские солдаты срочной службы выполняли интернациональный долг. Затем первая, вторая чеченская компания там также активно принимали участие в военнослужащей срочной службы. Чем нынешние срочники лучше или отличаются от своих предшественников? Поэтому я думаю, что и маркировок российских потерь будет кратно возрастать. Российские военнослужащие срочные службы не настолько профессиональные при введении боевых действий, а соответственно потери их будут возрастать. Да, безусловно, будет расти и список российских военнослужащих, которые будут добровольно сдаваться в украинский плен. Но тем не менее и количество потерь в российской армии будет значительно больше, нежели мы сейчас это видим в ежедневных сводках от украинского генштаба. Вооруженные силы Украины отразили массированную атаку россиян в направлении Торецка. Снова механизированная атака, снова масштабные потери армии России. Там до 10 единиц бронетехники потеряли россияне во время этой атаки. Чем так важен Торецк? Почему снова бросают такие вот уже привычные для наших операторов дронов механизированные колонны? Почему снова российское командование наступает на те же грабли? Торецк это фланг Часвьяра. Часвьяра это ключи славянско-краматорской городской агломерации. Очевидно, что путинские генералы действуют в соответствии со своим планом, и они пытаются реализовать историю, связанную с созданием максимально благотворительных условий для дальнейшего штурма нашего Славянска и нашего Краматорска. Сейчас они, невзирая на огромные потери, пытаются продвигаться вперед. Пока они не упрутся в городскую промышленную застройку, им это будет удаваться. Затем темпы промедления российской армии гарантированно затормозятся. И единственный фактор, который будет способствовать дальнейшему продвижению российской армии, это фактор авиации, то есть самолеты, носители управляемых авиационных бомб и фактор артиллерии. Не просто так, в последнее время, особенно часто, президент Владимир Зеленский, обращаясь к своим западным Мизави, артикулирует следующее. Нам крайне необходимо получить разрешение на применение дальнобойных ракет по территории Российской Федерации. Таким образом, мы гарантированно сможем уничтожать российские самолеты и носители КАБов в местах их базирования. В противном случае, сил и средств для того, чтобы отражать всякий раз авиационные атаки противника, у нас нет. Физически нет. Средств и систем противовоздушной обороны нам до сих пор не хватает. И это наша реальность, с которой мы вынуждены считаться. Есть ли варианты? Да, варианты есть. Варианты, связанные с уничтожением вражеской авиационной техники в местах их базирования. Для этого нам необходимо соответствующее разрешение наших западных партнеров. Коль скоро мы его получим, неизвестно. Но то, что мы его получим, с учетом предыдущих треков, когда нам западные партнеры категорично заявляли на те или иные наши просьбы, категорическое нет, я думаю, мы получим и в этот раз. Но вопрос, скажем так, затяжки с решением этого вопроса, оно, собственно говоря, приводит к совершенно неоправданным и ненужным смертям на поле боя. Владислав, с вами и с многими другими собеседниками в эфире телеканала Фрида мы уже неоднократно говорили, что на Покровском направлении основная цель оккупантов – это трасса Константиновка-Покровск, как основной логистический путь, благодаря которому вооруженные силы Украины держат этот участок фронта. Но вот если посмотреть на карту, то это ползущее наступление россиян сейчас происходит на линии Гродовка-Новогродовка, и вот как бы не перерезая трассу, а вот идя параллельно этой трассе в направлении Покровска. Почему так происходит? Наши силы обороны держат эту трассу, не дают противнику ее перерезать, или все-таки у противника какие-то другие планы появились? Покровск, Константиновка, почему так важно россиянам ее перерезать? Она не только трасса, которая является основным маршрутом, по которому доставляются логистические грузы, она еще является ракадной дорогой, то есть дорогой, которая идет вдоль линии боевого соприкновения, и она позволяет оперативно перебрасывать с одного на другой участки фронта наши силы и средства. Противнику, безусловно, весьма-весьма хочется взять ее под контроль. И поэтому они, пытаясь продавить наши оборонительные рубежи позиции, давят, не получается. Поэтому они пытаются расширить плацдарм вдоль этой ракадной дороги, чтобы уже на большом расстоянии иметь возможность найти слабину в украинской обороне. Поэтому те действия, которые происходят, они совершенно вкладываются в логику действий российских оккупантов. Они пытаются найти слабину в нашей обороне, пытаются продвигаться с помощью артиллерийского огня и авиационных бомб. И, в принципе, такая тактика иногда дает результат. Да, результат на уровне 100-200, максимум 300 метров в течение суток. Да, результат, который достигается огромным количеством потерь в живой силе и бронетехнике у противника. Но противник готов платить эту цену, дабы достичь желаемого для себя. Ну, а, соответственно, украинская армия ведет маневренную оборону. Очевидно, что против управляемых авиабомб, которые буквально на молекулы разносят, в том числе, наши полевые фортификации, крайне сложно найти защиту и противодействие. Ну, кроме тех, о которых я упоминал, аркетных ударов по территории военных аэродромов российской армии, где дислоцируются те самые самолеты-носители кабов. Ну, собственно говоря, ситуация очень динамичная, ситуация весьма тревожная. Но тут и сейчас заявлять, что все пропало, я не стану. По одной, но очевидной причине. Мужество и героизм наших воинов, которые, в том числе, обеспечиваются и поддерживаются соответствующими ресурсными поставками, необходимыми для ведения оборонительных действий, она просто потрясает. Ну, а, соответственно, российская армия в этот период времени системно-методично стачивается, потому как, не неся огромной потери, одномоментно россиянам восстановить эти ресурсы за счет призывной кампании, за счет деятельности российского оборонного комплекса не представляется возможным. Уровень потерь несколько больше, нежели те ресурсные возможности у России, которые тут и сейчас она готова закрывать те самые дырки в российских штурмовых подразделениях. Воины группы «Циклон» Международного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины приняли участие в операции на Кинбурнской косе. Во время боевых задач воинам удалось нанести поражение по ряду целей оккупантов. Цели в сообщении ГУР указываются, там список достаточно солидный, там около 10 пунктов. Ну, во-первых, что это за Международный легион Главного управления разведки и цель этих операций? Ведь это уже далеко не первая операция наших разведчиков подразделений на Кинбурнской косе. Ну, приоткрою немного тайну. На этапе формирования интернациональной бригады на Яварельском полигоне в самом начале полномасштабного российского вторжения в феврале-марте 22-го года я был в некоторой степени к некоторым процессам привлечен. И, собственно говоря, лучшие из лучших военнослужащих, которые находились в составе той самой интернациональной бригады, в конце концов, попали в поле зрения нашего ГУРа, Главного управления разведки, которые уже по своим методикам, по своим программам из этих лучших делали просто универсальных воинов, которые в настоящее время демонстрируют чудеса мужества и героизма. И те события, которые происходят не только на Кинбурнской косе, но и на Тендере, Тендеровской косе, они всякие раздемонстрируют. Противник может рыть огромное количество окопов на украинской земле, создавать мощные сети инженерной фортификации, минировать берег и прибрежные воды. Но, тем не менее, наши воины в сложнейших условиях выполняют те самые боевые задачи. Мне сложно однозначно оценить, с какой целью проводятся эти мероприятия. Хотя, в принципе, логика действий украинского командования, она очевидна. Тут и сейчас формируется в плацдарм фундамент для дальнейших успешных и крайне продуктивных действий украинской армии с целью освобождения от российской оккупации, ныне оккупированного Крымского полуострова. Когда это случится, каким образом будут действовать украинские силы и средства, мне неизвестно. Но совершенно очевидно, что в рамках этих подготовительных процессов тут и сейчас а. уничтожается вражеская логистика, которая обеспечивает группировку российской армии во временно оккупированном Крыму, и уничтожаются отдельные элементы вражеского военного потенциала. В первую очередь, акценты делаются на средствах радиотехнической разведки, на системах противовоздушной и противоракетной обороны, на отдельных элементах, которые определяют функциональность российской армии, действующей на территории временно оккупированного Крыма. Я уверен, что дальше будет больше, и то, что в конце концов Крым будет освобожден военным путем, это очевидно. Тут самое главное, чтобы украинская армия хватила ресурсов для реализации этой миссии. Владислава, спасибо огромное за ваши комментарии, за то, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню нашим телезрителям, Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер в Ужженных сил Украины, был с нами на связи. Мы говорили о ситуации на фронте. Спасибо. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.